В Дагестане, где к борьбе с коварной инфекцией по поручению президента подключилась армия, военные строители возводят современные медицинские центры в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте. С ходом строительства трех многофункциональных медцентров ознакомились глава Дагестана Владимир Васильев и заместитель министра обороны России Тимур Иванов. На данный момент на всех площадках круглосуточно в две смены работают полторы тысячи человек. Наш корреспондент Алина Багилова побывала в Каспийске и увидела своими глазами, как строится госпиталь. Подробности в сюжете моих коллег. В ближайшее время на территории центральной городской больницы Каспийска появится многофункциональный медицинский центр, рассчитанный на 60 пациентов. Площадь стройки более двух гектаров земли. Строительство госпиталя идет не по дням, а по часам. Задача максимально ускорить процесс, чтобы принять первых пациентов. В работе сейчас задействовано более 300 человек. Уже 30 июня здесь будет запущена инфекционная больница. На месте работают геодезисты, инженеры и другие специалисты. Построить больницу в нескольких городах Дагестана, в том числе в Каспийске, было поручено накануне главой государства Владимиром Путином. Модульный госпиталь будет оснащен всем современным оборудованием. Палата священная, везде внутренние коридоры, это все чистые зоны. То есть пациенты попадают через приемное отделение, через тамбуры, попадают непосредственно в палаты, и потом у них индивидуальный выход из каждой палаты. Это 5200 с лишним метров высоких технологий и продуманных решений, исключающих соединение грязной зоны. Современный инфекционный блок можно будет при необходимости перепрофилировать под другое отделение. Наряду с этим в Каспийске сейчас прорабатывается строительство детской многопрофильной больницы, аналогов которой нет на Северном Кавказе. Ее размещение запланировано на выезде из Каспийска в сторону аэропорта. Алина Багилова, Муса Салгиреев, телеканал ННТ Махачкала.